ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Теперь появилась третья часть этой замечательной игры, и называется она Эко-джуниор. Однажды друзья Эко, дельфин Китни и касатка Тара, развлекаясь в морских водах, по чистой случайности попадают в незнакомое море. И наш молодой дельфин Эко, в этой части он совсем маленький, отправляется на поиск своих друзей. 24 сложных уровня предстоит преодолеть вам, управляя плавными движениями Эко. Уровни представлены нам в виде немалых подводных лабиринтов, полных загадок. Утешает лишь одно, у вас практически нет врагов. Зато вам придется помогать многим подводным жителям. Например, доставить морскому котику мячик, вернуть черепахи и девчоныша, или снабрить рыбу-меч кормом на целую неделю. И все это не так-то легко сделать. Ведь плавать между подводными скал, да еще и рызкая этот самый мячик для морского котика, или что-нибудь еще, очень сложно. К счастью, все дельфины, не исключая и Эко, обладают замечательным свойством. Они могут пользоваться ультразвуковыми сигналами, при помощи которых вы можете без особого труда найти отыскываемый вам объект. Сразу в глаза бросается неплохая для Сеги графика, и особенно превосходная мелодия в игре. Но это далеко не все прелести этой игры. Некоторые из них словами передать просто невозможно. В эту игру надо просто поиграть. Я хочу из-за того образа отвечать на своих собратьев. Элита мира компьютер на фейдер. На 32-битной приставке Panasonic 3DOS существует много гонок. К сожалению, не так много игр в жанре боевых гонок. Сейчас речь пойдет об игре Off-World Interceptor, которая относится как раз к этому жанру. Off-World Interceptor. Одна из лучших гонок боевиков на Panasonic 3DOS. Здесь вам предстоит погонять на огромных джипах-монстрах. Сверху донизу напичканных всевозможным оружием. Главная задача игры не является прийти к концу трассы первым, а прийти живым. В Сеулуе несколько планет, по неровной поверхности которых и предстоит сеть в правосудие вам и вашей машине. Перед началом игры в меню можно поставить в створе моды игру на прохождение, аркаду или батл моды, где можно поиграть вдвоем против друг друга. Но остановимся на главном. Вначале у вас мало оружия, слабая машина и немного денег. Купив на них неоплодимые амуниции, вы приготовляетесь в гонке. На вашем пути станут всевозможные пушки, вражеские машины и такие же монстры, как у вас. Пройдя каждый уровень, вы получаете определенную сумму денег, в зависимости от ваших боевых похождений, и уже в магазине усовершенствоваете свою машину. Игра очень интересна, но и сложна. Наберитесь чуточку терпения, и у вас все получится. Павел Болтачев, я тебя поздравляю и, как всегда, предлагаю вести в эту сцену. Следовательно крем в 18.00 на чемпионат в Дензи. Там ты получишь свою грамоту. Ну вот и все. И, наконец, мы добрались за приставочкой в салоне PlayStation. И сегодня вы узнаете об игре, которая по своему жанру является двухмерной бродилкой. Да-да, именно двухмерной бродилкой. Как вы видите, этот жанр еще не устарел. И продолжает радовать нас все новыми и новыми играми. И раз об одной из таких новых игр, со странным названием Pandemonium, сейчас и пойдет речь. Однажды в одно далекое королевство приехала акробатическая группа. Девушка Ники и Шут Фаргос. И после первого представления, рой в сундуке, Ники случайно обнаружила древнюю книжку «Магические заклинания». Этим событием подростки не привинули воспользоваться и направились на уединенную башню вдали от города, чтобы поиграть в магические заклинания. После того, как у них получилась пара заклинаний, Ники почувствовала себя настоящей волшебницей и решила наколдовать что-нибудь более крутое. В этот момент на глаза ей попалось еще одно заклинание. Как только она прочитала его, воздух задрогнулся и появилось уголовное чудовище. Возлюбившись на мир, она вежливо представила, мол, меня зовут Янг и я очень голоден. С этими словами Янг расцвел пасть и выдуманное мнение проглотил в целый город. Поняв, что они сделали что-то не то, юные акробаты начали в панике читать книжку и вычитали, что победить Янг можно только с помощью магического кристалла, который он находится в другом мире. Произнеся еще одно магическое заклинание, наши герои очутились в другом измерении. И вот именно с этого момента управление в руки берете вы. Правда, сразу возникает вопрос, управление над кем? Над Никей или над Фаргусом? Вот тут-то пандемониум все подносят первый сюрприз. Играть можно за любого персонажа, кому как больше нравится. Или, как бы так точнее сказать, кем где удобнее. Ведь они не гинемпичны. Никей, например, быстрее бегает и выше прыгает, а Фаргус умеет кувыркаться. И когда вы наконец определились с выбором персонажа, нажимайте на старт и приготовьтесь к 100% действию. Вы можете бегать, прыгать, кувыркаться, стрелять, в общем, делать все, что захочется. Целью каждого уровня является очень простая задача. Уничтожая всех врагов, собирая все полезные предметы, набраться до конца. На словах все очень просто, не так ли? Но, поверьте мне, это только на словах. Если, пройдя сразу первый уровень, вы почувствуете себя крутым, то во втором и третьем уровнях эта крутость заметно поубавится. А в четвертом от нее и вовсе не останется следа. Противники просто замучают. В начале встретятся пара птичек, цветков и гномов. Но потом, потом различные насекомые, животные, сверла, ракеты просто не дадут вам жить. Далеко не каждого противника можно убить сразу. Попадаются действительно мощные. Но и мы не слабаки. Помимо рук и ног, Ники умеет еще пользоваться и магией. Это значит, что сжечь противника, заморозить его или уменьшить его много раз, для нас ничего не стоит. Где только не побывают наши герои в этом волшебном мире. В огненных песках, в длинных горах, в ущельях, в лесах и даже в облаках. В общем, везде там, куда добрались враги. Кстати, обучившись магии, Ники применяют ее везде. То в лягушку превратится, то в носорога, а ты вовсе в огнедышащего дракона. Я скажу сразу, без этих превращений вы бы никогда не прошли игру. А вот да, мы еще не определились с жанром игры. Как вы уже заметили, игра трехмерная. Но это только иллюзия. На самом деле, комплимоним двухмерная бродилка. И что наиболее странно, эта двухмерная бродилка происходит в настоящем трехмерном мире. Камера постоянно вращается, создаваясь в новой виды на главного героя. При помощи секретного кода, можно даже вращать изображение по своему усмотрению. Так что, еще можно поспорить о жанре пандемониума. В конце концов, проделая 17 сложнейших уровней, забив трех огромных боссов. И все еще оставшись в живых, Ники и Фаргус наконец-то находят волшебный кристалл. И загадывают три желания. Привет! Привет! Загадывайте три желания. Да, я не остыкну разобраться. Любые желания, любые желания! Да это не сработает. Ну, я пожелаю... Коли, желание выполнено. Я чем-то это сделал. Я не думал, что это сработает. Ладно, сейчас не то время. Я желаю, чтобы Янгар исчез и вся деревня была спустена. Желание выполнено. Эй, посмотри, приятель, мы дома. Смотри, два. О-о, да, наверное, ему больно. У нас все получилось. Да, ты права. Эй, подожди минутку. Было три желания, а мы загадали только два. Ну... О, нет, Фаргос, что ты загадал? Ну, ничего особенного. И? Ну, я загадал, что все жители в деревне были, как я. О, нет! О-о, надо было что-то другое загадать. О-о, нет, Фаргос, что ты не знаешь. О-о, нет, Фаргос, что ты не знаешь. А теперь традиционная робота Хэл. Сегодня вы узнаете третьи фаталифи для всех игроков в игре в Праймал Рэйч на Супер Нинтендо. Фаталифи Сурдона. Зажать А, Б, И, 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 В, 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 В. Зажать А, Б, И, В, 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 Потолите Армадона Зажать АВХВ вниз, назад, вверх, вниз Потолите Вертигу Зажать АВХВ назад, 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 вниз, вперед Потолите Близзарда Зажать АВХВ вниз, вперед, вверх, вниз, вверх Потолите Диабло Зажать АВХВ вниз, вверх, вниз, вниз Потолите Близзарда Вот наша передача и подошла к концу И на вашей традиционной вопроса Вы прочитаете в самом конце Акта, грандиозная новость Дело в том, что сегодня, в часть дня В парке Калинина состоится второй чемпионат По роликовым конькам в роли-рали Так что, если у вас или у ваших друзей Есть роликовые коньки, то приходите, и вы не пожалеете А я, пользуясь случаем, поздравляю Всех школьников с окончанием учебного года И желаю успешной сдачи экзаменов Сашипластникам До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok